Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я постараюсь развеять несколько мифов, связанных с вейпингом. Первое. Электронные сигареты не помогают курильщикам бросить курить. Многочисленные исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что электронные сигареты помогают бросить курить. Наиболее примечательным является рандомизированное, контролируемое клиническое исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine в 2019 году. Оно показало, что никотиносодержащие вейпы помогают бросить курить в два раза эффективнее, чем классические НЗТ, например, жевательные резинки или пластыри. Жидкость для электронных сигарет содержит антифриз. Жидкость для электронных сигарет содержит такой ингредиент, как пропиленгликоль, который также содержится в антифризе. Почему-то в этом мифе не учитывается, что ПГ это самая обычная пищевая добавка и используется в антифризе вместо этиленгликоля. Это делает антифриз менее опасным и нетоксичным, особенно для маленьких детей и домашних животных. Электронные сигареты это троянский конь табачных компаний. Хоть большинство крупных табачных компаний сегодня выпускают электронные сигареты под собственным брендом, эти продукты были созданы табачными компаниями не для того, чтобы поймать на удочку будущее поколение, как это утверждают многие активисты. Вейп-продукты были изобретены самими курильщиками для себя, потому что они были разочарованы низким уровнем успеха традиционных никотинозаместительных средств. Аккумуляторы электронных сигарет часто взрываются. В электронных сигаретах используются литий-ионные аккумуляторы. Это те же самые аккумуляторы, что находятся в ваших телефонах, планшетах, ноутбуках, игрушках и другой бытовой электронике. Хотя взрыв и возгорание аккумуляторов могут произойти с любым из этих продуктов. Обычно из-за неправильного использования или дефекта на производстве. Но такое случается невероятно редко. Вейпинг для молодежи это путь к курению. Это утверждение основано на данных, показывающих, что подростки, экспериментирующие с курением сигарет, скорее всего будут экспериментировать также и с вейпингом. Ну и наоборот. На сегодняшний день нет данных, подтверждающие причинно-следственные связи между этими двумя явлениями. На самом деле, согласно последним исследованиям, наиболее вероятная причинно-следственная связь между вейпингом и курением заключается в том, что вейпинг как раз таки отвлекает молодых людей от экспериментов с курением. Я надеюсь, что это видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.